всем огромный привет дорогие друзья сегодня будем плести вот такой чокер из бисера кому интересно оставайтесь на канале здесь я использовала два размера бисера это у меня вот такой бисер мелкий один из них 11 размера мелкий бисер другой бисер 8 номер в общем можно даже взять например чеха десятку и чеха тринадцатый получится более такая тонкая работа то есть будем работать двумя размерами бисера вот можно выполнить такую подвеску что вовсе не обязательно и так кому интересно давайте приступим это плетение называется на дебиле очень известное плетение просто вот будем сочетать два размера из-за чего получаются вот такие волны бисер этот я заказывала на сайте битпак недавно вам показывал распаковку вот и если будете брать нужно значит 8 номер бисера брать два пакетика вот конечно зеленого бисера у меня еще осталось много но как бы восьмого номера нужно побольше вот что я хочу сказать ссылка на этот бисер будет внизу посмотрите итак давайте приступим вот у меня два размера бисера и начинаем набирать сначала набираем 8 бисер 4 штуки так набрали спускаем на другой конец здесь немного оставляем и проходим через первые два бисера и у нас вот этот набор складывается пополам вот так теперь так проходим через передние два бисера натягиваем теперь набираем два бисера мелкого вот лучше чередовать какие-то два цвета будет интереснее и проходим опять через переднюю линию опять набираем два мелких бисера и проходим через вот эти два проходим вот так вот мы набрали основу у нас как бы жгут состоит из четырех бисерин сейчас складываем их вместе вот так проходим вот так вот так проходит нитка и таким образом их вместе соединяем получается у нас четыре бисера основания просто они разных размеров так теперь мы проходим вот эту хвостик через красный бисер и начинаем плести набираем всегда два бисера вот здесь у меня идет красный бисер вот нитка выходит из красного бисера и уходит в красный поэтому набираем два вот таких бисера проходим вниз через два вот этот набор всегда нужно так елочкой уложить и поднимаемся через вот эти два зеленых бисера натягиваем каждый раз хорошо поворачиваем сейчас как вы видите нам нужно набрать два зеленых бисера уходим всегда на два бисера вниз вот этот набор мы укладываем вот так красиво поворачиваемся и во втором случае вот всегда поднимаемся через три потому что мы поднимаемся на следующий уровень вот дальше опять как вы видите набираем два красных слетела так два красных набрали спускаемся всегда на два бисера вниз вот это всегда мы спускаемся на два бисера вниз поднимаемся в первом случае через два бисера вот это в первом случае здесь набираем два зеленых бисера спускаемся тоже через два бисера вначале немножко это будет неудобно но потом вот через два спускаемся и во втором случае поправляем поднимаемся через три и натягиваем хорошо чтобы все тут легло красиво вот понятно да вот таким образом плетем я плела 10 на 7 сейчас я вам тоже это покажу вот ну я думаю это понятно это прямое плетение эндебели это прямое плетение это не крученый жгут набираем 2 спускаемся через два давайте еще раз поднимаемся через два первый раз набираем два зеленых бисера спускаемся через два поправляем и во втором случае поднимаемся через три бисера если вы вдруг запутались вы просто вот посмотрите на эти протяжки после каждого бисера должна быть протяжка если где-то вы ее пропустили вот вы видите вот эти протяжки то они должны быть если вы запутались значит нужно где-то вернуться распустить и бывает такое но там оставили работу на некоторое время вернулись и уже оп что-то там не так поэтому следите за вот этими протяжками в общем у меня здесь красного бисера осталось совсем чуть-чуть поэтому я покажу на вот так так тоже бывает что я тут забыла я забыла подняться это даже хорошо что я запуталась потому что такое тоже бывает вот вы сейчас увидели вот вы видите вот эти протяжки они так и идут так теперь я набираю 2 зеленых спускаешь через два и поднимаясь через три вот когда я плела например 10 у меня бисера накопилось и зеленого и красного я перехожу на другой цвет бисера я меняю местами эти бисер другой размер вернее вот сейчас я должна набрать красный я набираю зеленый бисер точно также плетение ничем не поменялось поменялся только вот размер видите сейчас здесь набираю я вот я опять ошиблась видите обязательно нужно подняться там бывает такое заболталась вот спускаемся всегда через два поднимаемся через три вот здесь главное не ошибиться мелкий бисер зеленый видите через него нужно подняться и всего получается 3 и вот тут обязательно главное условие хорошо натягивать иначе все будет некрасиво так здесь поднимаемся через два вот так у меня конечно здесь будет все не очень красиво просто у меня закончился красный бисер честно вам признаюсь надо было оставить на обучение но вы это сейчас увидите у меня видите вот это вот так скручивается а это будет скручиваться так будет пойдет такая вот волна давайте на основном я покажу вот смотрите начинаем значит вот тут у меня 10 бисерин 10 на 7 у меня идет и вот так повторяется через 10 я перешла поменяла бисер местами здесь плела 7 потом опять поменяла местами и вот так у меня идет волна меняется местами понятно я думаю зачем это нужно это нужно для овала так как у нас чокер вот такой овальный должен быть если мы 10 на 10 сделаем у нас как-то будет не очень вот поэтому я сделал таким образом хотя наверное можно и другое количество взять если вы допустим хотите волны плести более такие длинные то например тут сплели 10 а тут 5 тоже думаю получится что-то интересное вот ну я думаю это совсем несложно просто хотела показать сочетание цветов в итоге получилось очень даже потрясающее можно сказать такое рождественское только не хватает белого цвета и смотрите вот этот круг я просто плела в одном направлении не меняя местами бисер и получилась такая вот подвесочка можно в середину установить например ривали кабошончик или же например бусинку какую-то по размеру подходящую тоже получится интересно вот сюда можно какие-то бусинки то есть чередовать тут есть место для творчества вот сюда бусинку сюда бусинку прям пришить можно получится интересно вот или сюда еще что-то да сюда в общем я подумал что это довольно интересное вот плетение но все девочки это был такой небольшой мастер-класс всех благодарю за просмотр и и до следующего видео пока пока